Всем привет! Добро пожаловать в новое видео по нашей с вами небольшой традиции. Один раз в сезон встречаемся для того, чтобы обсудить пустые баночки и то, от чего я избавляюсь. Не пугайтесь, я это все закончила не за три месяца. Я кардинально убралась в ванной комнате, в своей бьюти-комнате и достала пустые баночки, точнее нашла что-то, что лежало даже с прошлой зимы. Но я уверена, что вам понравится, средств будет очень много, поэтому не затягиваю и поехали! Начнем мы с вами с декоративной косметики и с моего фаворита, который я несомненно приобрету еще раз. Я жду скидок. Это помада от бренда L'Oreal в вот таком стике. Она была у меня в оттенке 102 и это цвет, который максимально приближен к карандашу от Charlotte Tilbury Pillow Talk. Это что-то похожее на помаду, которая сейчас на мне, это у меня Armani, но это помада матовая, она вот просто классическая, выкручивалась. Она хорошо пигментирована и цвет, который моментально тебя освежает, это помада, которая, как мне кажется, подойдет большинству девушек. Это и не нют, но она не слишком яркая и она такая персиково-розовая, но все-таки в ней больше розового цвета. Я чаще всего использовала ее в дуэте именно с карандашом Pillow Talk, но даже без него она выглядит на губах очень красиво. То, что точно появится в моей корзине на Черную Пятницу, я жду этого момента, потому что обычно Мак Польша дает скидку 20-25, иногда даже 30%, и именно с такой скидкой я приобретала эти тени. Буду их вылавливать. Это линейка Powder Kiss и оттенок Best of Me. Он еще остался по краям, но его уже невозможно набрать, и они расходуются чуть быстрее, чем классическая, стандартная линейка от бренда MAC. Это, казалось бы, светлый оттенок, может быть, еще что-то будет видно, но за счет того, что у меня светлая кожа, именно такой цвет очень здорово и, естественно, прокрашивает складку века и помогает мне сделать безупречную растушевку в кожу. Он и не рыжий, и не сероватый, он вот просто чуть темнее моего оттенка кожи. И я видела, что многие визажисты его любят, он очень часто распродан, поэтому если не куплю со скидкой, то он точно появится в моей бьюти-коллекции, потому что это то, с чего начинается буквально каждый мой макияж. Я уже не раз об этом говорила, это моя такая фишечка и в повседневном макияже, и когда мне нужно сделать что-то более яркое, я сначала прорисовываю складку века и потом уже добавляю оттенки потемнее, получается такой очень плавный градиент. И макияж выглядит всегда, вы знаете, как с иголочки, макияж глаз. Так что best of me, действительно best. Я знаю, что многие его используют и под глаза, но для меня это было средство для маскировки несовершенств на коже. Это Catrice обновленный камуфляж. Мне показалось, что он менее сухой и чуть менее плотный, чем предыдущая версия, но это меня не смущает, и я все равно с ним подружилась. Это оттенок 0,20, вот как был он там пару лет тому назад, таким так и остается. 0,20 могу брать без затеста, и это корректор, который я наношу локально, даю ему немножко подсохнуть, и потом только растушевываю края, он очень хорошо держится. Были случаи, когда я использовала его под глаза, тоже лучше, чем предыдущие, он не так сильно мне сушил, но возможно это тоже заслуга ухода. В любом случае это классная палочка-выручалочка, когда на лице есть что спрятать. Гель для бровей с эффектом ламинирования от Benefit, их самый стандартный Brow Setter с силиконовой такой щеточкой. Когда я только купила его, я почему-то его не оценила, мне нужно было к нему приноровиться, и после геля от Lancome все работали по-другому. Но вот чем дольше он лежал, тем больше он влюблял меня в себя, и это действительно тот гель, который наносишь потом, ну если у вас так же, как у меня, длинные волоски на бровях, мне нужно их вот так чуть-чуть как бы приклеить, и все. Они держатся целый день, никуда ничего не отклеивается. Если вам нравятся гели со сверхсильной фиксацией, то я думаю, что вы оцените. Так как я искала какую-то бюджетную замену для этого геля, я начиталась достаточно положительных отзывов вот такому клею для бровей от NYX. Он реально так и называется, клей для бровей. И каково же было мое удивление, когда я нанесла его на брови, он действительно напоминает клей, здесь вот такая маленькая щеточка, он прям тянется, и он с одной стороны приклеил брови и выложил их, ну вот, действительно, как после ламинирования. И в течение дня волосинки отклеиваются, и назад их тоже и не зачешешь, это нужно стирать, наносить заново. Может, я что-то делаю не так, я готова его выбросить, но если у вас есть какой-то лайфхак, как пользоваться этим средством, то поделитесь, потому что я пробовала уже всеми возможными и знакомыми мне способами. И, значит, я зачесываю, потом, пока он не схватывается, я их тоже пытаюсь приклеить, и все окей, но потом проходит там два часа, и все так торчит, и по ощущениям это действительно как клей на волосках, и ни туда, ни сюда. Я не понимаю. Одна из моих любимых баз под тени, это Etude House, недавно показывала вам в одном из последних влогов, это база, которая и не жидкая, но и не сухая, она силиконовая, и с ней можно работать, ее успеваешь распределить, припудрить, ее нужно наносить в маленьком количестве, и с ней тени и хорошо держатся, и более плавно растушевываются. Стоит недорого, я обычно покупаю ее на iHerb. Тональный крем Luminous Silk от Armani, это их флаговое средство, если я не ошибаюсь, то ему больше 20 лет, мой оттенок 4, это цвет моей незагорелой кожи, то есть он и не слишком светлый, но и при том, что здесь есть теплый подтон, он без вот этой рыжины, и он совершенно не отличается от шеи. Когда я наношу его зимой, когда я не пользуюсь автозагаром, я его, конечно, обожала. И он настолько универсальный, потому что с одной стороны он стойкий, а с другой он дает красивое свечение кожи, как будто шелковое такое. Вот поэтому он называется Luminous Silk. Дело в том, что это не влажное свечение, это не какие-то блесточки в тональном креме, это не жирный тональный крем. Он фиксируется, он не мигрирует по лицу, он держится в течение дня потрясающе, но вот на комбинированной и на жирной коже он сам по себе будет вот просто как в литой. А мне с суховатой кожей местами все-таки лучше использовать под него или какой-то питательный крем, или вот самый классный эффект с базой под макияж, тоже Luminous Silk от Armani. Тогда это еще лучше как-то ощущается, потому что это не увлажняющий тон. То есть он такой вот, знаете, все в меру в нем, но особенно зимой мне все-таки лучше было делать то, что я только что рассказала. Что-то такое, чтобы подготовить кожу перед нанесением. Это тональный крем, который очень красиво смотрится на фотографиях, на все праздники и на каждый день. У него, я бы сказала, средняя плотность покрытия, но даже когда мне хотелось что-то дополнительно перекрыть, я могла его наслыить. Он не слишком быстро схватывается, то есть каждый, кто даже не особо умеет краситься, сможет его растушевать, и при этом он не выглядит маской. Кожа как будто, вот знаете, просто от природы такая сияющая, но опять же, это умеренное свечение, это просто как отблеск на здоровой, красивой, ухоженной кожи. Очень мне нравился этот тон, и пудра у меня была, и консилер, и база, как я сказала, вот все использовалось при огромном удовольствии, и однозначно буду повторять. Пришлось мне немножко запрятаться от нашего осеннего солнца, хоть я и бесконечно рада ему, но время съемки такой пересвет, как мне кажется. Пудра Hourglass, мой оттенок Luminous Light, это финишная пудра для многих, то есть когда у тебя уже готовый макияж, и тебе хочется подсветить какие-то участки, опять же, придать такое свечение кожи, где-то что-то дорастушевать, ее наносят на выступающие участки, то есть вот сюда кто-то на нос добавляет, на подбородок, там на лоб. Но у меня своя антитехника, потому что я часто наношу ее на все лицо, и сегодня в том числе, потому что это не сушащая пудра, она придает мне свежесть, и несмотря на то, что на лице бывают какие-то неровности, меня устраивает то, как она выглядит, и мне кажется, она не так сильно их выделяет, как, например, хайлайтер. Некоторые тоже наносят эту пудру в качестве хайлайтера, только прям, вот знаете, на какие-то самые выступающие части лица, но мне нравится, когда все лицо сияет. Наверное, потому что у меня сухая кожа, и я сейчас, как слышите, снова болею, вообще большую часть этого года болею, поэтому здорового свечения мне уж точно не отбирать. Это, конечно, не самый светлый оттенок, но у меня как-то с ним все сложилось, он не смотрится как бронзер, не делает тональный крем темнее, и поэтому из раза в раз я беру именно его, но есть и посветлее. И вот когда что-то не дорастушевало, когда тон как-то непонятно лег, ты берешь кисточку, набираешь, и у тебя получается такое холеное лицо, и при этом плавная растушевка. Тушь от Benefit, у меня сейчас есть точно такая же, только новая, я покупала двойную упаковку, будучи в аэропорту, получалась выгодная цена. Здесь силиконовая изогнутая щеточка, и она очень хорошо приподнимает реснички, тушь не осыпается, не размазывается, не вызывает у меня раздражений. Как-то я уже даже тьфу-тьфу-тьфу забыла, что это такое, потому что был период, когда я была очень избирательно в тушах, а с вот этой даже в самые острые периоды моей аллергии у меня все было прекрасно. Этот тушь делает мега черные ресницы, она удерживает завиток, и вообще это одна из моих любимых люксовых тушей. Тональный крем от Le Beige от Chanel, я не знаю, мне сказали, что он сейчас перевыпущен, и вот этой версии больше не будет. Я купила себе новую, и хочу вам сказать, что все-таки это мне нравилось гораздо больше. Сейчас этот тон в такой круглой упаковке, там еще и меньше объем, но тем не менее этот тон давал минимальное покрытие из всего того, что я пробовала, но при этом он делал лицо настолько красивым, он лучше даже немножко как бы увлажнял, и в принципе это был тон невидимка, но который делал твое лицо гораздо красивее, чем без него. Вот микро покрытие, но при этом максимум эффекта. Сейчас же покрытие больше, но тон больше заметно, он подчеркивает шеушение, он вот этот хорошо держался, при том, что ну прям действительно самое минимальное покрытие, а тот как-то немножко искатывается в морщинки мимические, то есть когда улыбаешься, то вот здесь у меня иногда собирается тон, и с этим такого не было, даже в самую ужасную жару он до конца дня оставался на лице и не ощущался. Я буду очень сильно скучать, жалко, что его перевыпустили, наверное, многим не хватало покрытия, но он был уникален, а сейчас ну как-то вот второй раз я бы не купила обновленную версию, говорю вам как есть. А это мой самый любимый гель для бровей от бренда Lancome, это последняя баночка из запасов, и у меня к вам вопрос. Если вы знаете какие-то международные сайты, где можно его приобрести в оттенке 00, то есть он бесцветный, или хотя бы 01, подскажите, пожалуйста, потому что я искала в Польше, его вообще нигде нет, то есть я перелопатила весь интернет, но видела, что на американском, на официальном сайте Lancome он представлен. К сожалению, из официального сайта из Америки нет прямой доставки в Польшу, но может у вас есть какие-то идеи, где поискать, ну блин, почему все то, что мне нравится, или вообще снимают с производства, или перестают завозить к нам. Очень классная тушь от Max Factor, False Lash Effect, у меня типа супер черная, но у меня когда-то была и классическая. У нее силиконовая щеточка бочонок, здесь зубчики часто расположены, и она так хорошо прокрашивала ресницы, причем она доставала прямо до самых корней и хорошо их вытягивала. Она легкая, она не ощущается, и она хорошо разделяет реснички. Встречу где-то на скидках, или буду что-то заказывать онлайн, потому что в наших стационарных магазинах часто какая-то заоблачная цена, сильно накрученная, потом делают скидку 40%, ну в общем, по стандартной цене в Росмане, в Хэбе я практически никогда ничего не покупаю. Вот, и нужно будет приобрести, потому что с ней у меня было в три раза больше ресниц, чем с многими другими. И она не раздражает глаза, она не осыпается, но вообще туша Max Factor это одни из лучших из такого среднего сегмента, потому что Max Factor, ну, наверное, и не назовешь прям бюджетным брендом. Мой любимый тинт для век от Armani, видите, что я позаканчивала многие фавориты, так что вскоре смогу себе позволить купить что-то новое или обновить их. Это тинт в номере 11, он довольно светлый, но это оттенок какого-то сатина что ли, и причем он кажется просто золотым, но когда ты наносишь его на веки, вот тут остатки, он и розовый, и чуть-чуть с такой серингой, и золотистый. Если вы любите макияж без макияжа, что-то, чтобы, знаете, и подсветить века, но при этом не перегрузить его, и чтобы это не был металлический отблеск, чтобы это было очень благородно, так, не слишком броско, я думаю, что вам он понравится. Ну вот, правда, я пробовала много всего, но каждый раз я думаю, ну это не совсем 11 от Armani, и тоже приобретала его неоднократно, и точно не последний раз. А, кстати, опять же, вот этот я покупала на Черную Пятницу, заказывала на Look Fantastic, во-первых, он там дешевле, чем в Дугласе, и тоже была скидка типа там 25%, так что я его приобрела по цене буквально лориаль, так что стоит высматривать какие-то акции. Блеск для губ от Eveline, линейка Oh My Lips, и это версия с шоколадом. У меня даже сейчас есть то ли с чили, ну какой-то из них, потому что очень мне нравится, вот этот Lip Maximizer, самый темный, но это, видите, вот такой здесь остатки буквально, ну уже ничего не достать. Нежно-розовый оттенок, пахнет шоколадом действительно, и без карандаша для увлажнения губ, или поверх даже матовой помады какого-то карандаша придает красивый блеск, здесь есть мини-мини цветоотражающие частички, но это не блесточки отдельные на губах, просто он действительно визуально увеличивает губы, и да, тоже очень хороший, как и все Oh My Lips, люблю нежной любовью. Такое спорное средство, с одной стороны люблю, а с другой ненавижу, это Charlotte Tilbury Flawless Filter, и тон, и база под макияж, и жидкий хайлайтер с вот таким большим спонжем. Я использовала две трети где-то упаковки, и он неприятно пахнет, поэтому мне придется его выбросить, но он у меня был долго. Скажу вам так, на все лицо я его наносила реже всего, потому что это для меня слишком сильное свечение, и плюс нужно иметь идеальную кожу. Она у меня не всегда в хорошем состоянии, поэтому, ну такое. В качестве хайлайтера, именно супер нежного на выступающие участки, да, в качестве базы тоже частенько использовала, но я не знаю, сколько его нужно на себя мазать, чтобы использовать до конца упаковку, прежде чем он испортится. Есть ли аналоги? Есть. Как минимум, это база от Catrice, такая сияющая, 10 в 1, по-моему, она называется, или от Milani. У Milani точно такой же цвет, именно двойка. Вот Charlotte Tilbury я сравнивала один к одному. Так что, если сильно хочется Charlotte Tilbury, то да. Если вы сомневаетесь, подумайте дважды и попробуйте сначала что-то подешевле, или тестер где-то найдите. Не знаю, я пока что точно не буду покупать снова, потому что, ну, у меня есть кое-что другое, да, и тоже средство от Milani. Две крутые туши от Evoline, пожалуй, это мои самые любимые на данный момент, которые я покупаю чаще всего. Это Variette, вот такая розовая, она со щеточкой в виде елки, большая, она захватывает сразу все ресницы и разделяет их, подкручивает вторая лучше, но я и так использую всегда щипцы для заивки от Shu Uemura, и эти туши безупречно держатся в течение дня, они не осыпаются, не размазываются, и я обновляю их каждые, там, полтора месяца, при том, что я покупаю их реально там за, ну, два с половиной доллара со скидкой. Где-то встречу беру на всякий случай, чтобы были запасные. А вторая тушь, вы спрашивали тоже в последнем влоге, где я разбирала косметику в туалетном столике, это Look Up So Black. Называется она уже со щеточкой в виде чего, девочки? Женской фигурой? Что это такое? Короче, щеточка стали. Вот, и она чуть мягче будет, чем предыдущая. Здесь тоже частые зубчики, и она очень здорово подкручивает реснички. Мне кажется, что это дает больше объема, а это больше удлинения. Это заявлено как удлиняющее, дающее объем, но по моим наблюдениям, это дает больше удлинения, а это больше объема. Но обе горячо любимые. Бальзам для губ от Nars, оттенок Fast Lane. Он нежно-розовый, вот уже больше даже не выкручивается. Полупрозрачный, увлажняющий. При этом всем он супер красиво выглядит на губах, делает их ухоженными, такими напитанными. Эта штучка всегда лежала у меня в машине или в какой-то сумочке. Когда хотелось увлажнить губы и придать им небольшой оттенок, я использовала этот блеск. И вообще все средства для губ от Nars, просто, знаете, нужно попасть в свой оттенок, они мне безумно нравятся. Я всегда их заканчиваю до конца. Ну что, мы с вами переходим к уходу. Начну с того, чем я пользовалась этой весной и летом. Это линейка Super Aqua от бренда Misha. Я покупала это все на iHerb, потому что мне было так и удобно, и выгодно, была более доступная цена. И почему-то Super Aqua именно больше на iHerb не продается. Хотя бренд Misha есть. Возможно, это временное явление, но когда-то я точно вернусь за ними. На польских сайтах однозначно где-то можно найти. Это была эссенция 200 мл. Большой объем и крема в том числе 70 мл. Слушайте, это действительно очень хорошее базовое увлажнение для практически всех типов кожи, не побоюсь этого сказать. Эссенция без каких-то вау-эффектов. Это просто увлажнялка. И даже в холодное время года ее могло бы быть достаточно с каким-то легким кремом, например, или с легкой эмульсией. Крем имел гелевую текстуру, но он на моей суховатой коже все равно не впитывался под ноль. Мне это нравилось, потому что у меня получался эффект глаз скин. То есть она такая, знаете, постоянно увлажненная, она постоянно сияющая. Но у меня, по-моему, даже не самая плотная версия, потому что их там есть несколько в этой линейке. То есть это просто классический крем. Эта линейка не вызывала у меня проблем с кожей, каких-то забитых пор. И эту линейку также можно было без проблем использовать с какими-то активными сыворотками. То есть наносишь витамин С, например, поверх просто увлажняющий крем или ретинол поверх тоже увлажняющий крем. Слушайте, ну супер. Крем, правда, имел довольно интенсивную отдушку, но даже она меня не смущала и не раздражала мою кожу. Но очень сильно я это все любила. И если бы не моя жажда искать что-то новое, постоянно что-то пробовать, чтобы делиться с вами разными отзывами, я бы вот просто тупо искала бы то же самое и постоянно пользовалась бы. Еще больше корейского ухода и тоже бренд Миша. Я покупала это все в конце лета и пользовалась даже большую часть осени. Это эссенция с красными водорослями, крем из той же линейки. Очень красивые упаковки и вот это королевская сыворотка, тоже восстанавливающая. Итак, крем и эссенция. Я не могу настаивать на том, что это надо всем и что это действительно что-то гипервосстанавливающее и антивозрастное, как заявляют. Также написано, что в течение там 100 дней ваша кожа изменится, максимально восстановится. Я такого не заметила. Был еще период, когда у меня кожа была максимально капризная, были покраснения и высыпания, и на ретинол у меня пошла реакция. То есть мне действительно нужно было что-то помощнее. И просто эссенция с кремом не справились бы. Поэтому я добавляла сыворотку. То есть Трио мне подходило хорошо и нравилось. Но вот это не более чем такой повседневный уход, я бы даже сказала, для жирной комбинированной кожи. Потому что по сравнению с Супер Аква той же, здесь увлажнения будет поменьше. И крем сам быстрее впитывался. Я думаю, что для многих это будет наоборот плюс. Он имел гелевую текстуру и приятную отдушку. Она чуть менее яркая, чем Супер Аква. Мне она тоже не мешала, не смущала меня. И вообще это приятно иметь в своей ванной комнате. Дороговато, но если встретите где-то с хорошей скидкой, то я только за. Вот то, что мне идеально подошло, это вот эта сыворотка. Она была двухфазной. То есть здесь был такой как бы слой масла, но эта сыворотка не жирная. Ее нужно было так встряхнуть. Здесь еще чуть-чуть есть, но не выдавливается. Я уже жала как могла. И тогда просто появлялась сыворотка такая густая с вкраплениями масла. И эта сыворотка давала действительно очень хорошее увлажнение. И вот если кожа была гиперсухой, наносишь даже просто тоник или эссенцию, ее и тебе моментально становилось легче. И вот эти шелушения всякие уходили быстрее. Иногда даже были периоды, когда я использовала просто эссенцию и вот эту сыворотку, просто без крема. Но чаще всего я, конечно, все это дело запечатывала еще и кремом. В целом, эта линейка, ну вот все три средства, не вызывали у меня прыщей, не забивали поры. Поэтому это уже большой плюс для меня. Но вот эссенции и крема вот такого дуо лично мне не было достаточно в холодное время года. Без сыворотки только весна-лето, наверное, когда уже спадают морозы, там и холода. А на зиму только вот так. И я думаю, что сыворотку я когда-то куплю повторно. Ну а базовое увлажнение можно найти и побюджетнее. Например, от Etude House. У них есть такая классная линейка. Могу вам напомнить, если не забуду, в инфобоксе, как она называлась. Ну, как бы неплохо. Ну, правда, вот когда что-то вау, мне хочется нахваливать и говорить, что вам такое надо. А тут я бы сказала по желанию. Крем под глаза тоже от корейского бренда, но на этот раз Пюнкан Йоль. Он приходит в очень красивом, таком железном, черном матовом кейсе. И здесь большой объем. Что в нем интересного? Начнем с состава. Здесь и керамиды, и гиалуроновая кислота, масло ши, масло орехов макадамия, также пептиды, комбуча. И, насколько я помню, фермент экстракта черного чая. Также у него классная текстура, то есть она не слишком плотная, но и не жидкая. Она хорошо распределяется, то есть крем как бы тает под воздействием тепла ваших пальцев или кожи под глазами. Возможно, кто-то прям вот так наносит. Смотрите, я могу сказать, что это не просто увлажняющий крем, он заявлен как и антивозрастной. У меня часто бывает так, что когда мне недостаточно увлажнения, у меня появляются сухие морщинки. Плюс, ну, у меня скоро будет 35, и вот я не могу сказать, что у меня есть какие-то явные морщины, ну, разве что на лбу и, возможно, носогубка, да. Но когда крем слишком легкий, то у меня вот здесь очень сухо, под глазами, прямо, знаете, консилер наносишь, ты как будто на 10 лет старше. Или появляется ощущение дискомфорта, когда крем недостаточно увлажняющий, питательный. Этот крем для меня соединяет в себе и увлажнение, и питание. Также то, на что я обратила внимание не сразу, начала анализировать, чем таким я пользовалась, и пришла к выводу, что это заслуга этого крема. Во-первых, у меня с ним меньше отеков, когда я использую его на ночь и утром, и также взгляд становится свежее. И даже вот я просто начала брать полегче консилер. И не потому, что мне не хочется краситься, а потому что думаю, зачем мне зашпаклевывать все, вроде как и так неплохо. И есть несколько кремов, которые работают похожим образом. Это крем от Эйзенберг, в такой серебристой упаковке, при длительном использовании, я тоже отмечала это для себя. Это этот крем и крем от Сэндэй Райли, которым я сейчас пользуюсь. И этот крем очень достойный, когда-то он вернется в мою уходовую рутину. Плюс за объем, его надолго хватает, и даже вот когда у нас стало очень холодно, в сентябре, как ни странно, было холоднее, чем в октябре, он все равно справлялся с увлажнением и давал такое среднее питание. Не могу назвать его легким, но и мощным. И он тоже отлично подходит под макияж. То есть консилер на нем не скатывается. И вообще одни плюсы. Еще один крутой крем на каждый день, но для дневного использования. Это крем от Ларош Позе, линейка Геалу Б5. Пользовалась им и весной, и летом заканчивала его. Он с SPF 30, он гелевый, но он дает обалденное увлажнение и подходит в качестве базы под макияж. На него действительно очень хорошо наносится тон, и даже когда тон не супер такой, знаете, увлажняющий, он такой не самый удачный, с этим кремом все наносилось гораздо лучше. Ну и плюс SPF 30 на каждый день в холодное время года этого большинству достаточно. Я думаю, что немногие из нас живут в таком солнечном климате, а тут ты вообще как бы не задумываешься, наносишь и уход, и SPF. Он не скатывался, он имел приятную отдушку. И это один из моих любимых кремов от бренда Ларош Позе. Весной, я думаю, что я приобрету его во второй раз. Это была новинка этого года, и я просто достала его из своих запасов, и я даже не рассчитывала на то, что он настолько полюбится мне, но это факт. Супер крем. Гидрофильное масло от бренда Misha. Написано, что оно хорошо подходит для эффективного удаления BB кремов от того же бренда наверняка. Но это я так от себя уже добавила. Для меня это стандартное гидрофильное масло. Но вот если есть щербеты, например, I'm From или Hamish, которые я люблю все-таки больше, но вот язык не поворачивается сказать, что да, вам такое точно надо попробовать, надо на это потратиться. Если вы ищете обычное гидрофильное масло, то можете взять на пробу, но аналогов много. Специально я бы за ним не гонялась. Мицеллярная вода от польского бренда Sarai, линейка Plante. 99% ингредиентов натурального происхождения с алоэ и белым чаем. Вроде как нежная мицеллярка, но есть мицеллярные воды тоже от доступных марок, которые справляются с макияжем чуть лучше. Вот мне приходилось многое израсходовать, ватных дисков и самой мицеллярки для того, чтобы убрать макияж. Та же Everlane или Belinda справляются быстрее. Я думаю, что нет, не куплю снова. Хотя оформление мне очень нравится. Эта пустая баночка затерялась в моих богатствах еще с прошлой зимы. Это бренд Vichy, сыворотка из линейки Mineral 89. У меня версия с пробиотиками. Она имела такую немножко гелевую текстуру. Она хорошо впитывается, но оставляет после себя приятное ощущение увлажненности. И версия с пробиотиками показана тем, у кого чувствительная кожа, у кого проблемная кожа, кому не хватает какого-то тонуса. Тоже пробиотики оказывают антивозрастной эффект. Они укрепляют кожу, то есть они как бы ускоряют обменные процессы в клетках нашей кожи. Пробиотики хорошо влияют на микрофлору кожного покрова. И я уже давно оценила их. И вот эта сыворотка тоже абсолютно чудесная. Два крема для рук. Сейчас у нас начинаются морозы, поэтому берите на заметку. Это мои абсолютные мастхэвы, которые вечно появляются на моей прикроватной тумбочке. Я не могу лечь спать, если я не намажу руки кремом. И в течение дня тоже постоянно, потому что у меня не только зимой и осенью, а вообще круглый год супер сухие руки. И ноги. Вот этот от Цераве тоже для сухой, очень сухой кожи рук. С церамидами, с тремя видами, с гиалуроновой кислотой. Он чуть-чуть полегче. Мне нравится его использовать в течение дня. То есть нанесла, и сразу рукам становится легче. Правда, если ничего не делать, у меня аж трещины могут появиться. Так что с этим шутить не могу. Он смягчает, восстанавливает. И мне кажется, что он чуть быстрее впитывается, чем La Roche-Posay Цикопласт. Если у вас сильно обветрились руки, прям вот знаете, красные трещины, плотным слоем, на ночь, утром, вы не узнаете свои руки. Иногда я даже прям сильно так смазываю, надеваю резиновые перчатки и чуть-чуть хожу так, делаю такую как бы маску. Но что, по-другому у меня не получается. И вот этот крем для тех, у кого такая же ситуация, как у меня, он чуть поплотнее, но какой же он классный. Вот сейчас чуть все-таки выдавила. Видите, какой он плотненький. Наносишь вот прям на такие убитые руки, и это, конечно, супер вещь. В аптеках часто рекомендуют что-то для гиперсухих рук, и я думаю, что вам тоже понравится. Я не думаю, а я уверена. Ну и в конце несколько масок. Как-то у меня остаются эти упаковки, всегда думаю, не буду рассказывать, ну ладно, раз уж мы здесь собрались. Патчи под глаза от бренда Sephora. Sephora, кому как нравится, у нас говорят Sephora. это патчи с кофеином. Они не гидрогелевые, они как тканевые, очень большие, и иногда у меня при пухлости и под глазами, если я или слишком долго спала, или наоборот, не выспалась, и патчи я все-таки периодически клею. Они действительно убирают отеки и делают область под глазами более такой бодренькой. Но это не длительный эффект, да, это скорее одноразовая акция. Конечно же, патчи от прыщей Somby.me Миллион раз говорила и продолжаю приобретать. Маска от Starskin, наверное, попалась мне в каком-то бьюти-боксе от Look Fantastic. Она была трехэтапной, и какая-то тут и ампула. Ну, в общем, маска, которая питает, и я помню, что мне она понравилась. Не буду за ней гоняться, но если у вас где-то лежит, и вы думаете, стоит пробовать или нет, то стоит. Увлажняющая, успокаивающая маска, она действительно спасла меня от красноты после кислотного пилинга. Это бренд Inesfree. У всех масок, которые я вам показываю, хороший размер, и глаза у меня помещаются, и на все лицо хватает. Иногда есть корейские маски, в которых отверстия для глаз для меня слишком маленькие. Или, наоборот, растягиваешь, а она какая-то такая... Только, вы знаете, на основную часть, а по бокам не важно. Нет, здесь размер хороший. И вот эта маска с чем она? С гиалуроновой кислотой, с пептидами и с коллагеном от Pixi. Вся вот эта линейка с коллагеном это для меня открытие. Мне пришел целый бокс, там была и сыворотка под глаза, и бальзам для губ, маски, и тоник. И она так долго лежала, я не открывала, а потом мне чего-то там не хватало, в моем уходе я ждала посылку с новинками, с тем, что я купила. Я думаю, ладно, начну пользоваться, и все мне понравилось. Pixi присылают мне свою продукцию уже с 2018 года, без обязательств. Показываешь что-то, не показываешь, они никогда не требуют никаких обзоров, но если мне что-то очень нравится, то я готова это нахваливать и готова покупать сама, а это главный показатель. Вот такие маски, они продаются там по 3 штучки, они очень классные, правда. Во-первых, я себя плохо чувствовала, я еще и болела, и кожа сухая до ужаса, и я налепила, и после тоника, там мне даже не захотелось наносить крем, и бальзам для губ, там, вау, и вообще, я как-то сама раньше приобретала Pixi, да, то, что присылают на обзор, что-то пробую, что-то нет, а вот тут, знаете, наобум, взяла, и я под огромным впечатлением, потом, когда закончатся эти маски, побегу за ними снова, и все, что из вот этой коллекции, что я назвала, вау, вот это просто вау, это была соль, Epsom, из iHerb, ой, я это оставила, вообще-то, не для пустых банок, а чтобы не забыть купить, она не была дешевой, она идет с эфирными маслами, и вообще, вот эта магниевая, магниевая соль, она хорошо сказывается там, на нервной системе, на общем состоянии организма, плюс она пахла лавандой, что ли, я не помню, да, и лавандой, и розмарин, здесь, в общем, настоящие эфирные масла, и даже сама ванная, ну, вода, более такая, как бы, питательная для кожи была, господи, как мне это нравилось, правда, надо после обзора купить себе, я покупала Найхерб, это не дешево и сердито, это дорого, но оно того стоит, действительно, хорошо расслабляет, и я прям суперски спала после ванны с вот этой солью, да, очень давно закончилась, и видите, так спрятала, что и сама забыла, но хорошо, что напомнила и себе, наверное, это видео получилось на много-много минут, но надеюсь, что оно было для вас полезным и интересным, или расслабляющим, или вы убрались в моей компании, или что-то приготовили, не забывайте поставить пальчик вверх, мне будет очень приятна ваша поддержка, а на этом мы с вами прощаемся, я пошла заваривать себе чай, и я очень рада, что мой голос позволил мне записать это видео, потому что я думала, что ситуация безнадежная, снова меня покинет, но нет, поэтому видите, что у меня даже настроение стало лучше, все, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро, Продолжение следует...